Тема открытого урок у нас. Особенности и преимущества... Да, вот Артем, да, Плесик тоже нас видит. Так, хорошо. Языка Solidity. Да, вот Артур, добрый вечер. Меня зовут Ярослав Онищенко, я инженер-программист. С 2019 года занимаюсь разработкой смарт-контрактов и веб-триложения для работы с различными блокчейнами. Биткоин, Этериум, для всех, которые на основе ЭВМа, Тон, Нир, Оверскейл, Тезос. На этом слайде есть контакты для обратной связи моей. Маршрут сегодняшнего вебинара у нас сначала познакомимся, потом я расскажу про Отус, потом мы поговорим уже по теме про децентрализованные приложения, вообще что это такое, про смарт-контракты Solidity, про язык Solidity, так как, чтобы нам понимать контекст, в котором используется язык Solidity, вот поэтому поговорим про децентрализованные приложения, где как раз используются навыки владения, разработки на Solidity. Вот, потом по самому языку пройдемся и потом уже по курсу, по команде курса, по курсу, программе обучения. Вот, бонусом подготовили специалисты Отуса карьерную информацию. Ну и в конце кратенькой рефлексии закончим наш открытый урок. Вот, хочу попросить всех написать в чат, немножко рассказать о себе, вот ответить на три таких вопросика. Как вас зовут, откуда вы, опыт в IT, с какой основной целью записались на занятия. Все, чатик прямо тогда, жду от всех какой-то фидбэк. Так, Кирилл, Москва, Python, ISEON, Артем, больше 17 лет. Да, давайте, активнее. Убирает новое направление для роста. Да, тема горячая. Сейчас вот зайдем в децентрализованные приложения. Вот, последние отчеты за 1-й коронавал 24-го года показывают, что рынок именно как раз децентрализованных приложений, он развивается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ага, так. Никита, Санкт-Петербург, с 2009-го веб-разработки на PHP, потом ноды, вырос в Лида, и тех, ищущий способ опримизации разработки финансовых продуктов. Артем записал стал шутиться, интересно, послушать умных людей сокращает время. Хорошо. Тоже, тоже, тоже цель. Понятно. Дэн, Санкт-Петербург, Джава, Котлин, развитие серии DeFi. Все, всем, да, всем еще раз, да, спасибо, что, да, вы присоединились к нашему открытому уроку. Ну, тогда потихонечку и продолжим. Правила вебинара – это активное участие, задавать вопросы можно в чат, на вопросы в чате, буду пытаться оперативно отвечать. Первое – это у нас про Отус. И расскажу немножко о компании. Отус специализируется на обучении в IT. Основная фишка – это продвинутые программы для специалистов с опытом и быстрый запуск курсов по новым набирающим популярность технологий. Партнеры Отуса – это современные технологические компании. Обучение и открытые материалы привлекают специалистов разных грейдов. Отус и джуниор, и миддл, и синьор, и диды. Всем найдется здесь место. Отус имеет образовательную лицензию, поэтому курсы являются программами повышения квалификации и профессиональной подготовки. В конце выдается, соответственно, документ, в который вносятся домашние задания, и программа, выполненная, финальный проект. Направление по Отуса основные – это обучение специалистов, еще раз, разные грейдов, джуниор, миддл, синьор, лид, тематика программирования, инфраструктура, тестирование, аналитика, дата сайенс, управление, геймдев, информационная безопасность. Вот такая подборка цифр по Отусу. Больше 130 курсов, больше 600 преподавателей делятся актуальными знаниями и реальными кейсами, востребованными в IT-индустрии. Уже 6 лет со дня основания, больше 20 тысяч выпускников, и больше 310 тысяч IT-специалистов в сообществах читают различные материалы от Отуса, учатся и общаются на различных площадках специализированных. Опять мы переходим к использованию чата. Напишите, пожалуйста, в чат подходящую цифру. Один, если уже учились в Отусе, если не учились, то двоечка, но слышали о нас. И три, если впервые знакомитесь с Отус. Вот такой большой вопросик. Ага, Кирилл троечка, Никита троечка. Остальных участников, ждем остальных участников. Ага, Дэн нас слышал. Так, ну, хорошо. Цели сегодняшнего вебинара, тогда переходим потихонечку уже к самому вебинару, познакомиться с децентрализованными приложениями, познакомиться с Solidity, познакомиться с курсом Solidity разработка. И начнем тогда с децентрализованных приложений. Децентрализованные приложения, или дапы, как они называются. О, да, Артем, двоечка, так, все. Ну, хорошо, тогда постепенно наберем эту информацию. Вот, начнем тогда, да, про децентрализованные приложения. Приложения, которые работают с распределенной, децентрализованной компьютерной сетью. Вот здесь такие основные понятия. Это распределенная, это, то есть физически, сеть компьютеров распределена по, соответственно, по пространству. Вот, и еще очень важно, так как распределенные сети могут быть и централизованные, и децентрализованные, то дапы работают именно с децентрализованными сетями, вот, потому что те же, допустим, сервисы CDN, тоже сеть получается распределенная, но она не децентрализована, у нее есть децентрализованное управление. Вот, а дапы, это именно приложения, которые работают с распределенной, децентрализованной компьютерной сетью. Вот, по сути, это P2P сеть. Вот, сейчас мы посмотрим на примере Терриума, ну, там есть описание, хорошее описание выложили, потому что, как проходит взаимодействие в этой сети между собой, между компьютерами. В отличие от обычных приложений, для функционирования дапы используют смарт-контракты, которые представляют собой байт-код, который, соответственно, то есть разработчик, допустим, на солидите пишет код, он компилируется, получается байт-код, этот байт-код имплементируется в, соответственно, распределенную сеть, то есть сначала он попадает на одну ноду, потом нода это передает другим нодам, и так она, соответственно, распространяется по всей сети, и к любой из этих нод можно, получается, у байт-кода есть адрес, вот этот смарт-контракт, он находится по определенному адресу, становится какой-то отдельной сущностью, и к нему уже, соответственно, любой пользователь, у которого тоже, который может завести себе кошелек, он может обращаться напрямую к этому централизованному приложению, и, соответственно, логика, которая заложена в этот смарт-контракт, в байт-код, она будет срабатывать, и, допустим, там токены будут от одного пользователя, могут переходить к другому, то есть там уже работает та логика, которая заложена в этом байт-коде. Вот здесь я подготовил ссылочку, сейчас на нее перейдем. Ага, вот видно, немножко под увеличим. Это вот текущее состояние в сети Ethereum, то есть сколько сейчас нод, и где они, вот сеть распределенная, то есть видно, что вот в России 53, в Казахстане одна нода, в Швеции 34, в Польше, ну, больше всего у нас рекордсментов, в Америке 2657, ну, и вот здесь вот есть списочек, соответственно, этих нод, то есть каждая нода, это, соответственно, сервер, на котором запущено определенное ПО, в контексте Ethereum, это может быть, или GES называется, Go Ethereum, специальная программа, ну, это больше уже по настройке самой сети, вот, мы на курсе будем уже работать с самой этой виртуальной машиной, вот, ну, только чтобы понимать, вот, раз рассказываю, что мы будем писать программы, чтобы их можно было компилировать и имплементировать вот внутрь этой распределенной сети, чтобы, соответственно, пользователи могут обратиться к любой из этих нод, вот, там сформировать какую-то транзакцию, эта нода, она поддерживает связь с еще несколькими нодами, соответственно, эти, то есть, на локальной ноде, куда обратился пользователь с этой транзакцией, это хранилище становится общим для, соответственно, нод, с которыми общается конкретная нода, вот, и так постепенно, то есть, все эти, все эти транзакции, они обмениваются между всеми, соответственно, участниками сети и попадают в так называемый пул транзакции, вот, если мы посмотрим, есть вот пендинг транзакшн, допустим, на SRS-CAN, вот, они сейчас находятся, это транзакции, которые в пендинге, вот они там, две секунды назад, вот они попадают и ждут, соответственно, меньше, чем одна секунда назад, и вот здесь вот видно, еще есть такие параметры у транзакции, это метод, который лежит в этой транзакции, это газ, который потратит эта транзакция, это прайс газа, который выставляется, вот, и здесь это с какого кошелька на какой, и вот нонс, он показывает по каждому адресу это количество транзакций, которые выполнены с этого адреса, то есть, вот мы видим, что, допустим, вот на этой, на, на этом адресе, это уже 11690, то есть, это какой-то инфраструктурный, скорее всего, это смарт-контракт, который, соответственно, скорее всего, это L2, может быть, это сетка, нет, это просто обычный, L1, да, это получается, да, это, это смарт-контракт для, для, следующего слоя, от Этериума, который, соответственно, записывает какой-то свой стейк, на первом слое, вот он попадает, ну, вот уже, вот, и после, каждые, вот они, транзакции, уже выпадают, сейчас, где у нас тут, вьюблокс, вот у нас есть блоки, вот, и блоки, вот они идут, то есть, каждый, мы видим, что каждые 12 секунд, каждые 12 секунд, закрывается блок, блок, это вообще, это тип, тип хранения данных, то есть, все транзакции, соответственно, складываются в блок, у блока есть лимиты, по газу, вот, допустим, 30 миллионов, ну, он же, как бы, соответственно, газ рассчитывается, по затраченным, по затраченным, по затраченным компьютерным ресурсам, у EVM, или по записанным данным, то есть, он обычно, это отражение, именно размера, да, байтов, которые попадают в этот блок, вот, и постепенно, то есть, транзакции, переходят из статуса пендинга, в статус, в блок, блок закрывается, он подписывается, определенными ключами, верифицируется, уже там есть дополнительный, раньше это были майнеры, на Этериуме, а потом перешли к другому механизму консенсуса, так называемый, proof of stake, получается, что пользователи стейкают свои активы, и этими активами, они, как бы, подтверждают транзакции, соответственно, если какой-то из подтверждающих, подтверждающих узлов, ну, нарушит, нарушит алгоритм, то он будет оштрафован, соответственно, и лишится этого стейка, вот, то есть, вот с такой вот системой, с такой, с такой системой работают, децентрализованные приложения, да, вот они, приложение, вот, и сейчас мы тогда поедем потихонечку дальше, благодаря подключению к децентрализованным сетям, децентрализованным сетям, приложение обретает свойства децентрализации, такое, как и отсутствие единой точки отказа, вот, прозрачность и надежность данных, все данные, ну, блокчейны, бывают, нескольких типов, вот, в разрезе солидити, мы будем рассматривать, в основном это все будет публичный блокчейн, но, надо называть, что есть приватные блокчейны, такие, допустим, гиперледжер, их разворачивают, ну, допустим, внутри каких-то крупных компаний, внутри каких-то групп, вот, и там получается информация, она не публична, она доступна только, соответственно, участникам этих групп, но она также может быть, эта информация, она тоже может быть распределена по миру, и тоже может быть, соответственно, децентрализованным управлением. Пользователи могут доверять децентрализованным приложениям, так как они не зависят от децентрализованных серверов или участников, что способствует повышению уровня безопасности и доверия. Вот здесь я прикрепил ссылочку, прикрепил ссылочку, и здесь рассказывается, как вообще происходит, вот эти, как распространяются транзакции в это время. Транзакция, все мы тогда будем проходить на курсе, чтобы понять лучше, как раз всю эту структуру, то есть единица изменения данных в любом деппе, это будет, соответственно, транзакция, то есть пользователь получает ключи рандомные, то есть он когда заводит себе кошелек, генерируется ему ситфраза, по этой ситфразе пользователь может генерировать себе коллекцию кошельков. Вот у него получается, у каждого кошелька есть приватный ключ и публичный ключ, и приватным ключом он, соответственно, подписывает транзакцию, ее отправляет в, соответственно, вот на ноду, на которой проверяется, что эти данные, то есть там приходят данные, приходит сигнатура от этих данных, и публичный, соответственно, ключ пользователя, который подписал. Вот все данные, они шифруются эллиптическим механизмом шифрования, CDCA, вот там с параметром SEP256K1, как он называется, вот используется именно в Этериуме и на основе этих алгоритмов шифрования, то есть проверяется сигнатура, то есть там по сигнатуре можно определить публичный ключ подписанта каких-то данных, вот он сравнивается, соответственно, с отправителем этой транзакции, с подписантом, вот обычно то есть адрес пользователя это преобразованный публичный ключ его. Вот, и все ключики, они вот специальные расширения есть для, допустим, браузера, это, сейчас интересно, вот у меня здесь будет, это метамаск, нет, его сейчас не видно, да, ну, мы сейчас, я тогда сейчас перейду, наверное, за весь экран демонстрировать, чтобы было проще видно, да, и вот они, они хранятся, соответственно, эти ключи в различных расширениях или каких-то валетах специальных, чтобы пользователи ими мог управлять. Вот, транзакции распространяются по децентрализованной одноранговой P2P-сети Ethereum с использованием различных сетевых протоколов. То есть, меня сейчас спрашивают, какие протоколы, вот, протоколы там используются RLPX и WIR протокол, чтобы гарантировать, что производители блоков и валидаторы могут находить ожидающие транзакции в MEM-пуле. Вот здесь, на самом деле, более подробно рассказывать. Мы на этом, наверное, остановимся уже, когда будет курс. Но вот здесь вот как раз показывается, как работает, вот здесь самое интересное, P2P-сеть. Вот, то есть, в Ethereum есть, допустим, загрузочный узел, когда пользователь запускает, хочет запустить свой узел, вот, когда запускает, соответственно, на сервере запускается клиент, этот клиент связывается с загрузочным узлом, вот, он передает ему, соответственно, какие-то, какие-то, какие-то данные, с кем этот узел будет, соответственно, синхронизироваться, вот, он входит в синхронизацию с какими-то соседними узлами, те узлы, соответственно, поддерживают синхронизацию с другими, и так эта сеть, она, поддерживает синхронность всех данных на всех соответственно нодах то есть получается что на всех нодах постоянно одинаковое синхронное состояние блокчейна хранится вот чем это как раз чтобы ну то есть чтобы даже и по выключение части нод она не приведет к тому что система перестанет работать то есть все равно данные блокчейна блокчейн будет за то есть но да если активно она будет передавать другим нодам и информация будет обновляться вот ну здесь можно будет почитать как это все происходит синхронизация протокола ваер как это все какие протоколы используются как они распространяются как транзакции транслируются вот это да тема там для отдельного вебинара но вот здесь прикрепил чтобы можно было это посмотреть и посмотрим сейчас архитектура децентрализованных приложений как это вообще выглядит вот если переключусь да это то то есть это централизованная система то есть есть пользователь у него есть соответственно браузер он обращается на веб-сервер там у нас есть frontend там есть backend есть база данных вот соответственно front запрашивает на back back обрабатывает соответственно данные и формирует их для фронта вот чем отличается отличается архитектура децентрализованного приложения здесь у нас тоже есть пользователь у него есть допустим браузер вот он получает веб-сервера какой-то фронт вот и все то есть на этом на этом этапе то есть архитектура меняется и фронт уже соответственно он общается вот как раз с этой распределенной децентрализованной сетью вот на которой но если в контексте эфириум это будет эфириум виртуал машин на которой который как раз записывает все транзакции в блоке которые обеспечивают неизменности связанность данных то есть данные которые блок уже записаны их изменить нельзя вот можно только там внести какие-то новые данные которые там допустим скорректирует предыдущий но изменить запись какую-то старую уже нельзя потому что в конце каждого блока делается хэш данных он передается на следующий блок и участвует формирование следующего и как раз этим обеспечивается неизменность неизменность данных с цепочки блоков вот то есть фронт уже напрямую общается со смарт-контрактами которые на которых соответственно какая-то уже логика реализована вот как раз солидите этот язык для разработки раз именно смарт-контрактов которые работают на эфириум виртуал машин и его раз мы будем изучать это как бы была схема такая самая простая вот так выглядит контракт на солидите допустим вот это контракт 40 это просто обычное хранилище которое хранит допустим вот число намбер и какую-то структуру которая там называется джон в которой хранится массив соответственно из уинтов структура привязывает соответственно какой-то переменной и здесь есть уже как бы функции здесь можно добавить 5 структуру можно сохранить номер в хранилище в этом number можно получить данные то есть идет запросы то есть с фронта пользу можно запросить ретриф и его будет возвращен как раз число которое лежит в этом контракте вот этот контракт если его загрузить на соответственно в это или виртуал машин у него появится после имплементации адрес и по этому адресу по этому методу можно обращаться и соответственно вся эта логика которая прописана в контракте она будет автоматически выполняться вот но архитектура там по идее потом она еще больше усложняется то есть есть фронт-энд и фронт-энд который работает в браузере в тому в том же браузере есть допустим расширение это как провайдер вот допустим метамаск это провайдеры через которых то есть можно соответственно пользователь может с этого фронта обращаться или на узел свой если развернут у децентрализованного приложения который уже соответственно эти данные транзакции будет передавать сеть или если свой узел не хочется разворачивать то тогда можно использовать соответственно провайдеров это компании которые но которых развернута группа серверов в сети допустим ethereum и у них можно получать api-ключ и соответственно использовать их ноды для общения с блокчейном вот дальше соответственно вот у нас появляется красота метамаск то есть пользователь подписывает какую-то транзакцию и и через провайдера уже отправляет на на блокчейн здесь просто структура на все усложняется вот дальше соответственно есть подписывает провайдеры и здесь появляется еще децентрализованные хранилище ipcs это допустим для каких-то ну для кого-то контента вот это тоже как бы децентрализованное хранилище активно используется в децентрализованных приложениях вот здесь вот уже такая более как как по идее работают структура приложения то есть есть пользователь у него есть какое-то расширение для подписания это или какой-то валит или это это расширение в браузере где хранят где он хранит получается свой ключ который зашифрованном виде там хранится и он когда всем вводит пароль получает доступ к своим ключам и может подписать транзакцию эту транзакцию отправить на провайдера провайдер передает это на блокчейн вот и здесь еще запущен такой элемент как за граф это индексатор вот этот индексер он слушает все время все события которые происходят блокчейне и их уже это как 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 и дополнительная база данных потом с фронта чтобы не перебирать допустим по всем блоком искать какие-то данные можно запустить для себя отдельный граф в которой допустим определить адрес контракта какие данные интересуют допустим айди пользовательских там каких-то цифровых активов и можно тогда уже будет эти данные потом не искать по блокчейну а просто по запросу по графку и запросу получать и получать их из индексера можно запустить соответственно свой индекс так все переключилось идем тогда дальше а так и теперь вот тоже какие вот тут как бы еще раз повторяется какие компоненты у да по это получается фронт-энд обычно он его можно писать соответственно на реакции можно писать но то есть его на чем угодно можно писать его можно писать на соответственно на view его можно писать ну то есть много есть различных фреймворков для соответственно разработки интерфейс для веб-треприложений там есть особенность как раз вот именно подключение этих провайдеров чтобы фронт мог давать пользователю возможность напрямую общаться со смарт-контрактами через api и с каким-то допустим бэкэндом второе в дапах тоже бывает бэкэнд то есть это если нужен свой индексер или можно соответственно какой-то инфраструктурным проектом обращаться это как раз smart контракты то как раз разработкой чего мы будем заниматься на курсе это байт код получается то есть пишется логика на солидите она преобразуется в байт код и он имплементируется на блокчейн и исполняется при определенных условиях допустим там при может проверяться там какой-то и сил то есть access control лист или какое-то владение ну различные условия которые дают доступ к различным методам внутри этого смарт-контракта для пользователей архитектура даб стремится в децентрализации где каждый компонент играет свою роль в обеспечении безопасности прозрачности и надежности здесь я прикрепил еще одну ссылочку по архитектуре даб как это будет выглядеть но здесь принципе то же самое просто немножко что у нас есть пользователь есть браузер у него есть элемент сущности для подписания то есть это какой-то валит это может быть или расширение в браузере или какой-то валит допустим в мобильном устройстве или валит установлены допустим на полу а есть интернет есть вот он этот фронт-энд и здесь вот тоже вот есть блокчейн в котором идут эти блоки развернуты узлы вот и пользователь фронт-энд обращается к ноде одной из вот нод блокчейна блокчейн соответственно внутри блокчейна еще работать различные инфраструктурные вещи смарт-контракты могут общаться с допустим с оракулами так называемыми это смарт-контракты которые поставляют для это для для других смарт-контрактов а проверенные данные с пруфом как то допустим чтобы нельзя было чтобы нельзя было манипулировать логикой которая заложена внутри смарт-контрактов смарт-контракты они работают с кем-то внешними стараются работать для безопасности внешним проверенными данными это данные красоты этих оракулов их есть там себе различные чейн-линки это все мы будем проходить на курсе то есть там вот как раз много будет именно как как подключаться дексом каракулом к различным поставщикам рандомности внутри блокчейна вот как написать контракт для этого взаимодействия все это мы будем проходить на курсе так а если сейчас кликнуть да вот вот он это маска то что я говорил здесь внутри у меня соответственно хранятся ключи их если нужно то есть можно этим посмотреть через реквизиты счета есть кнопочка показать закрытый ключ вводится пароль и соответственно закрытый ключ а можно от соответственно от этого кошелечка показать вот это адрес этот адрес это это отражение публичного ключа для соответственно для пары ключей вот и мы сейчас пойдем дальше по нашей теме UX децентрализованного приложения дизайн пользовательского опыта в дапах имеет уникальные особенности первое это нужно обеспечить безопасность поскольку пользователи сами управляет своими частными ключами и средствами важно обеспечить безопасность и защиту от работ от ошибок при работе с криптовалютой смарт-контрактов вот поэтому и викс должен быть спроектирован таким образом чтобы минимизировать эти риски и упростить процессы безопасного хранения обеспечение прозрачности для пользователя вот чтобы он понимал что такое транзакция в каком она статусе используя смарт-контрактов тоже как раз это все нужно учитывать при проектировании управление и контроль тут тоже есть особенности у децентрализованных приложений вот управление правами доступа участие в управлении протоколами вот поэтому в дапах вот это вот эти особенности тоже учитывать нужно при викс вот обучение поддержка обязательно потому что для пользовательский опыт достаточно новый многие пугаются и поэтому обучение поддержка при проектировании тоже важно вот и сейчас посмотрим вот много сейчас успешных централизованных приложений которые уже внедрены они оказывают значительное влияние на различные отрасли это в основном сейчас дефай это финансовая отрасль это приложение такие как кредитные протоколы децентрализованные бирже стейбл коины соответственно различные стейкинги различные как раз вот именно финтех продукты очень хорошо для них как раз подходит вот эта структура децентрализованных распределенных сетей дальше сейчас активно логистика и поставки тоже делаются дапы но тут они больше конечно не в публичных сетях а в астровецкие приватные блокчейны делать здравоохранение тоже сейчас активно иду идут развития дапов и конечно же вот на часа больше всего это игровая индустрия дефай и вот почему-то в двадцатом году соушил еще появилась это какие-то соцсети которые тоже делаются на основе вот этих вот децентрализованных распределенных компьютерных сетей ну и вот успешное внедрение различных дапов демонстрирует потенциал блокчейна и децентрализованных технологий для изменения традиционных бизнес-моделей и улучшения процессов в различных сферах деятельности посмотреть есть такой допустим до продор сайт здесь можно самом деле здесь собраны все допы есть различные рейтинги по эксплуорерам по играм по дефай вот если мы зайдем в дефай то мы увидим что сейчас это лидо это стейкинг кетериуму как раз для валидаторов и несу а по три вот вот лидеры соответственно здесь так как все контракты они публичные и можно посмотреть текущий и твл это тотал вели локи сколько денег залочено и сколько транзакций проходит по какому-то smart контрактов вот допустим протокол а вы протокол юнисваб вот эти протоколы как раз инфраструктурные мы тоже будем на курсе проходить это дефай вот в гейме и соответственно вот себе различные игры там это пиксель ну вот посмотреть здесь можно как раз полазить посмотреть а как вообще выглядят эти даты что это такое вот сейчас соушил что тут соушил у них здесь соответственно тоже да есть но вот на самом деле здесь них есть очень хорошие очень хорошие индустрии репорты репорты которых можно почитать вообще ну какие-то самые интересные они собирая здесь какие-то самые интересные допустим да ты вот и можно соответственно них перейти пощелкать соответственно вот так здесь у них это первый квартал двадцать четвертого года динамика так соответственно каких блокчейнах эти даты вот какой-то топ они тут тоже подбирают можно на них вот эти пиксель свод они тоже присутствует вот здесь это все можно соответственно посмотреть вот это в общем про то вообще для чего язык солидите язык солидите используется этериум виртуал машин и во всех блокчейнах которые построены на базе этериум виртуал машин а это соответственно и полигон и бинанс смартчейн и много много различных сетей если мы вот посмотрим про блокчейн здесь различные вот эти по системы они тоже допустим полигон и есть сайт чейн лист там соответственно там соответственно собирается есть список всех сетей на которых можно нас соответственно которые которые доступны которые работают на базе этериум виртуал машин так как двигаемся дальше переходим уже к самому солидите к языку солидите это высокоуровневый язык программирования вот так как он высокоуровне поэтому он достаточно легок в изучении вот и вообще рекомендуется именно знакомство с принципами соответственно разработки на блокчейне именно солидите предназначен для реализации смарт-контрактов которые 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 автоматически исполняются на его им совместимых блокчейнах в ответ на определенные условия язык солидите имеет синтаксис похожий на джава скрипт что делает его относительно доступным для разработчиков знакомым с этим языком поддерживать множество возможностей такие как наследование библиотеки пользовательские типы данных и многое другое что делает его мощным инструментом для создания сложных смарт-контрактов обеспечивает безопасность и надежность включая механизмы защиты от уязвимости такие как переполнение стека переполнение целочисленных переменных что делает его подходящим для написания смарт-контрактов которые управляют цифровыми активами и выполняют различные функции в децентрализованных приложениях вот мы сейчас пройдем особенности особенности солидите это статическая типизация то есть мы можем задавать все типы они определены вот то есть не динамическом помогать предотвратить ошибки вызваны неправильным использованием данных поддерживает наследование библиотеки что повторно способствует повторному использованию кода с помощью на правильных модульных архитектуры а вот интеграция с этериум что позволяет там работать с как раз с цифровыми активами а скриптовалютами и с другими смарт-контрактами именно на уровне языка то есть всю эту логику какого-то работы с цифровыми активами и и можно как раз прямо внутри смарт-контракта прописывать преимущество у солидите и вот такие самые это понятность написан по образцу java script что делает его относительно простым для изучения это безопасность язык предоставляют инструменты для написания безопасного кода включая модификаторы и контроль доступа вот на курсе мы будем тоже смотреть по безопасность какие есть уязвимости какие бывают уязвимости и как с ними бороться и распространенность солидите является стандартом для разработки в это рим что обеспечивает его поддержку и развитие вот ну и сейчас посмотрим на документацию текущее состояние него версия 0 826 это уже поддерживает этот солидите дэнкон хардфорк вот который был 13 марта двадцать этого года там структуру данных самого языка был внесен был внесен дополнение для того чтобы вот как раз проще было с l1 сети и теремом общаться допустим l2 сетям которые просто который свой стоит они синхронизируют соответственно с l2 а все транзакции там все различные стирала ты это zero knowledge roll up и это оптимистик roll up и вот там они их собирают таких батчи и уже какие-то но там с какой-то там периодичностью и их синхронизирует с основной сетью вот ну папа пробежимся мы потом когда будем изучать солидите мы соответственно все посмотрим здесь мы сейчас просто покажу на работе есть допустим солидите байк зампл здесь какие-то как вообще что это такое вот есть готовый контракт голосования можем открыть его в идее не специальный ремикс идея для того чтобы можно было онлайн делать с контрактами контракты писать и все инструменты для работы с ним то есть они тут присутствуют то есть это у нас есть соответственно контракт здесь можно поиск здесь же встроенный компиляторы здесь можно переключаться и есть кнопочка компайл который код который написан на языке солидите но мы сейчас пробежимся чтобы посмотреть что здесь вообще такое это контракт голосования здесь есть структура кто голосует воутер и пропозал это соответственно ну какой-то результат этого голосования нас есть структура мэппинг в котором каждому адресу будет соответствовать структура воутера в которой мы пишем вес по голосу проголосовал не проголосовал состояние кому заделегировал и индекс голосов вот есть конструктор в которой мы должны передавать здесь пропозал names это мы на рта не этот контракт чтобы сейчас не долго мы возьмем лучше вот тут есть следующий контракт он более вот допустим простой открытый аукцион пользователь хочет допустим что-то продать и хочет какой-то свой цифровой актив выставить на аукцион вот есть контракт допустим simple аукцион есть есть получатель это время окончания аукциона это самая высокая ставка это кто дал и соответственно какое они текущее состояние и вот это здесь пишутся соответственно участники аукциона которые могут потом забрать мы можем контракт скомпилировать потом идем уже переходим переходим к фазе диплом и запуска сюда мы передаем допустим это в секундах а сюда мы передаем допустим получать и получатель соответственно вот этой самой высокой ставки от организатор местный здесь нам переключиться это здесь мы на локальной сети а вот если мы переключимся вот на metamask то у нас мы видим что нас теперь провайдер и это у нас будет сеть sepoli это тестовая сеть для того чтобы для разрабатывать для разработки всегда есть тестовые сети вот в которых можно получить тестовые токены чтобы понять оплачивать газ чтобы попробовать как соответственно ваш код работает до того как его загрузить в мене вот и мы допустим запускаем процесс имплементации этого контракта нам влезает metamask мы подтверждаем видим здесь вот сколько фи будет потрачено сколько газа будет потрачено и отправляем соответственно вот через нашего в нашем случае metamask провайдер транзакцию с с кодом подписали передали в metamask вот metamask нам ответил что вот она попала в блок и соответственно ссылочку на эту транзакцию он нам сюда прислал здесь мы видим что она еще блоке но блок еще пока самому explorer и индексируется то есть вот наш блок это наш соответственно правитель вот все транзакция перешла в статус success 26 секунд назад мы создали новый контракт и здесь можем посмотреть соответственно данные 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 все уже они публичные вот и мы здесь видим что у нас появилась сущность этого контракта с которым мы можем общаться вот получается это айпиа от этого контракта у него есть хаис бидер это здесь адрес кто сделал самую высокую ставку это сколько это соответственно бенефицар это аукцион ending time он сразу посчитал соответственно когда можно когда аукцион закончится вот мы здесь можем мы это не можем сделать мы здесь можем сделать допустим ставку для того чтобы нам сделать ставку нам нужно поставить какую-то сумму мы допустим 1000 веев 1000 веев это самая мелкая единичка уже подписан эту транзакцию к ней прикладываем денежку и эти денежки они улетают на смарт-контракт вот этот вот simple аукцион вот все ждем когда она загрузится блокчейн его тоже смотрим и теперь мы посмотрим что мы видим что самая высокая ставка это вот наши 1000 и соответственно действие контракт видит от кого эти деньги пришли и сколько пришли и он записывает соответственно сейчас любой пользователь может на этот адрес закидывать деньги и вот тот у кого будет вот этот вот то есть как каждая более высокая ставка она будет переписывать соответственно самую низкую когда аукцион закончится то получатель который вот бенефицар он заберет самую высокую ставку а все кто проиграли аукцион и могут забрать свои соответственно деньги обратно вот такой вот контракт если мы посмотрим как это выглядит у нас есть от компилейшен details вот и здесь можно посмотреть и то есть обед контракта это как раз для фронта чтобы подключаться к этому контракту и есть там сам код это вот ход уже низкоуровневый как это на виртуальной машине а вот она то есть прям прям то есть код наша который написано солидите преобразуется вот к такому виду сначала и потом уже он преобразуется в об код об код выглядит у нас войдет код сюда и должен потом преобразоваться так проще на explorer это показать вот где у нас был контракт кришин вот это вот он input data вот здесь вот вот это и есть байт код от контракта который хранится на контракте вот так вот работает язык солидите это мы прошли вот если есть какие-то вопросы давайте их обсудим давайте кирис плаш это насколько проблематично будет со стека python data science перейти на солидите мне кажется будет совершенно несложно во первых для есть язык ну то есть параллельно солидите можно посмотреть то есть вы просто посмотрите сам принцип то действительно есть другая архитектура есть на самом деле как же называется вайпер вайпер это поэтому поэтому подобный тоже язык на котором можно писать те же самые смарт-контракты и они компилируются в тот же самый байт код имплементируются поэтому будет легко разобраться второе вот мы будем проходить фреймворки в которых идет разработка вот есть хардхат в котором можно писать на солидите есть foundry тоже это солидите а для пайтона есть тоже свой фреймворки на самом деле для разработчиков на python инструментов для работы с этерием виртуал машин их очень много и мне кажется достаточно легко легко освоить и синтаксис и все остальное ответил кирилл ну то есть это вот мое субъективное давнение но мне скажется как бы так алекс а подскажите пожалуйста сколько хорошо нужно знать бухгалтерскую сторону вопроса ну я так понимаю что вопрос про то что разбираться во всех тонкостях именно финтех а да то есть там на ставки ну и у нас больше про программирование курса вот это скорее всего ну конечно нам придется немножко погрузиться в эти сущности то есть соответственно торговля обмены она здесь все присутствует но у нас скорее всего как это написать вот потому что разработчик на солидите есть обычно у проектов есть дизайнеры которые разрабатывают и конструируют дизайн и соответственно бизнес аналитики которые разрабатывают то как должны то есть там начисляться проценты передаваться вот разработчику наверно важнее как это с точки зрения кода для пользователя интегрировать здесь же получается что пользователь общается напрямую смарт-контрактом это вся логика экономическая она будет соответственно переходить туда ну конечно желательно тут даже наверно тут вот этот красный тех реализованные финансы он отличается здесь же получается и вот мы будем проходить декса там в при принцип сильно отличается от допустим централизованных бирж здесь курс формируется за счет того что оба сколько денег лежит там в паре на каком-то смарт-контракте вот она определяет какой него там текущий курс вот как бы там есть там пойти провайдер ликвидности вот тут скорее все тут именно ну мне кажется глубокие знания в экономике здесь не нужно здесь именно как раз больше у нас по разработку будет просим так из языка про то какие есть инфраструктурные проекты к чему подключаться чтобы потом если будет стоять задачи там вот что-то там рассчитать то чтобы поле чтобы было просто именно как почему подключаться было понятно а наверное именно если в тонкости погружаться какой-то самой экономики это там же какой-то там нужно будет тогда разработчик не понимает уже какой-то бизнес аналитик который объяснит что вот здесь нужно что вот эти цифры они считались так просто как это реализовать мы будем разбирать так ну что тогда мы сейчас познакомимся на с командой и программы курсом процесс обучения построен формате вебинаров онлайн вебинары проводятся по вечерам или выходные дни все записи занятий материалы доставляемые преподавателем сохраняются в личном кабинете и доступны даже после огончания обучения домашнее задание позволяет вам применить на практике получено во время вебинаров знания по каждому домашнего задания преподаватель дает развернутый фидбэк вот ну и соответственно вот я конечно рекомендую что все домашние задания делать все таки в контексте финального проекта а вот чтобы концу курса у любого слушателя студента был какой-то готовый проект который у него был развернут допустим в сети который он соответственно если будет разговаривать с каким-то работодателем чтобы он мог показать что вот я вот вот это вот мой уже какой-то первый проект что есть какое-то понимание по разработке вот соответственно в процессе обучения можно задавать вопросы ну как бы вот все контакты есть нас будет группа вот соответственно будем это все делом разбираться погружаться в эту тему время на обучение около четырех клинических часов на занятия и 48 часов на домашнюю работу в неделю вот это для планирования программа обучения обновляется каждый запуск в зависимости от актуальных запросов в сфере айти технологий ну да тоже будем все это у нас это все постоянно актуализируется потому что тема свежая тема постоянно что развивается какие-то новые фреймворки выходят какие-то немножко начинает ходить на задний план и поэтому тоже будем двигаться в этом вот на сайте принципе тут у нас перейдем продолжение по программе вот этот наши преподаватели наша команда вот андрей кулицкий это ярослав тен алексей чубухов александр сухонов сейчас еще несколько преподавателей появится вот все хорошие специалисты именно в очень разработки вот будет у нас такая программа сначала основа солидите разработки смарт-контрактов здесь основные инструменты потом что такое газ первый контракт загрузка коза в сеть типы данных события модификатор ну вот то есть будем погружаться сам солидите будем писать начинаем писать смарт-контракты а потом познакомимся с какими-то цифровыми отражениями цифровых активов блокчейн есть определенные стандарты вот ничего уже выдумывать допустим уже не надо есть разработанные аудирные смарт-контракты что если хочешь запустить там токен или какой-то цифровой актив опустить есть уже это готовый контракт их просто правильно надо развернуть правильно настроить к ним правильно подключиться и их уже соответственно с ними с этими цифровыми сущностями допустим уже происходят какие-то манипуляции но уже как раз именно разработка дальше будет у нас тестирование оптимизация смарт-контрактов отдельный блок это важная вещь потому что вся работа разработки смарт-контракта в принципе это наверное больше протестирование смарт-контракт пишется добавляется метод сразу же к нему делается тесты вот чтобы соответственно любой хороший проект будем смотреть крупный проект первое что когда его скачивают допустим разработчик для того чтобы к нему подключиться они запускают тесты то есть в любом так как код-контракт он будет опубликован то нужно чтобы соответственно он под под тестами вот потом мы придем уже к соответственно к различным стандартным контрактом которые позволяют функционал добавлять свои контракты это вот допустим есть группа о принципе поля который разрабатывает и и они же проходят аудирование и у них есть готовые модули для доступа контроля для различных метод транзакции это чтобы пользователи могли только через метамаск подписывать свои пожелания что они хотят передвинуть оплатят за газ для перри передвигают допустим уже отдельные какие-то ну допустим команды проекта разберемся со станции различными стандартами вот с различными вот нововведения метод трагированные аккаунты это клонирование контрактов обновляемые контракты чтобы можно было соответственно код он не изменен вот есть специальные механизмы для того чтобы можно было обновлять код для этого ставится какой-то прокси контракт на котором хранятся данные по контракту а сам код он как бы хранится на другом адресе потом просто меняется адрес и можно соответственно логику самого контракта менять а данные по пользователям они остаются вот будет модуль по дефа и отдельные здесь мы как раз уже будем смотреть конкретный проект не свап различные контракты ораколов настройка в 3 пишем скрипты на же секрас флешлоуны ну вот все что связано с инфраструктурой внутри это ли у нас развернуто что это за код как не он подключаться потом различные блокчейны потому что все проекты это обычно про мультичейность то есть контракт размещается не в одной сети об сразу в куче многих сетях чтобы пользователи но соответственно могли работать работать с разными сетями отдельная тема по безопасности смарт-контрактов ну и вот соответственно будет у нас проектная работа олег спрашивает ли идти на курс если пока нет общего понимания блокчейн ну на самом деле как сейчас говорил в начальных модулях мы как раз это понимание сначала получим и потом соответственно будем уже имея это понимание вот разрабатывать тут как раз важно чтобы просто было было само понятие разработки как она идет как она правильно там где композиция задач как это все делается а в принципе как раз эти особенности блокчейн и как с ним работать вот мы как раз это как раз и задачи курса чтобы разработчик не боялся вообще как вот этой архитектуры и если стоит задача допустим сделать и какое-то приложение второе но в контексте вот стерилизованных децентрализации но вот то он понимал как это вообще происходит так вот подготовили на из специалистов информацию карьерную это ноябрь 23 года я немножко авторизируем наверно это были вакансии среди девелаверов 1147 а средняя зарплата где-то джонеора сеньора 120 и какие-то вот конкретные вакансии здесь скорее всего так как это и раз ты солидите разработка вот это тут уже как бы это более продвинутый разработчик этой там и солана сети захватывается и мир вот который раз поддерживают вот здесь поэтому и уже и повыше дальше это сеньор солидите 710 ну вот какие-то какие-то вакансии работодатели и здесь же вот какие требования ну вот я открываю 35 это именно по это нас к библиотека для работы с в с в 3 вот кратенько так мы прошлись по курсу переходим тогда фикси у нас была цель сегодня познакомиться с допами солидите с курсом солидите девелопер приходите к нам учиться на старт обучения 27 июня вторник четверг у нас бойска 8 часов занятия прошу вас всех заполнить опроса занятий интересно ли было как раз понятно ли вообще про что вообще всем спасибо за внимание всем пока